Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сейчас короткое видео по Сургутнефтегазу привилегированным акциям, как там обстоят дела. Дело в том, что я провел серию видео о том, как на дивидендном ралли можно заработать на Сургутнефтегаз привилегированных, потому что Сургутнефтегаз привилегированные дают, ну, в общем, практически самую большую дивидендную доходность. И я ожидал дивидендное ралли, я закрыл сделку с плечом, вы видели это, но оставил Сургутнефтегаз привилегированные в своем портфеле, потому что дивидендная доходность высокая, я их продавать не собираюсь, но я знаю, что многие люди последовали моему примеру и купили Сургутнефтегаз привилегированные. Есть обсуждения, давайте посмотрим, что сейчас происходит с этими акциями и какой прогноз, он очень интересный, вы видите. Сургутнефтегаз привилегированные, они, значит, долго очень не могли никак вырасти, вот такой легкий дрейф вверх, потом они внезапно выросли, и где-то вот здесь я закрыл свою сделку с плечом. Вот, ну, честно говоря, я тут еще немножечко спекульнул вот буквально вчера и срубил еще немножечко денежек, вот, с плечом, но об этом я не стал говорить, ну, чтобы не провоцировать людей, потому что я смотрю, люди смотрят и следуют моему примеру, а этот пример не самый лучший, потому что это сделки с плечом, я еще раз говорю, достаточно рискованные. Итак, посмотрите сейчас, что происходит с этими акциями, посмотрите, вот, что было, давайте еще раз взглянем, посмотрите, сейчас вы видите вот здесь вот, вот такие, ну, как бы полосы, что это такое? Это индикатор, называется ленты Бойлинджера, я им очень активно пользуюсь, что это за индикатор ленты Бойлинджера, посмотрите. Вот, это как бы, смотрите, такая река, внутри которой находятся акции, и эта река имеет, ну, вот посмотрите, вот она как бы течет, да, и имеет такие широкие области, где достаточно высокая, скажем так, волатильность, и потом эта волатильность снижается, и как бы река сужается, сужается. И, ну, вот это вот можно посмотреть, вот, вот на этот вот кусок графика, давайте посмотрим, он выглядит как кобра, которая готовится к прыжку, такая вот кобра, понимаете, вот, она такая, вот, и такой, фух, куда она прыгнет, не знаю, вверх или вниз, посмотрите, вот, вот, и она прыгнула вверх, вот, то есть вот сужение в лентах Бойлинджера говорит о следующем, о том, что, ну, скорее всего, будет какой-то финальная развязка, и будет куда-то рывок, куда рывок, либо вверх, либо вниз. Вот, сейчас как раз вот именно такое положение, вот это четырехчасовой график, вы видите, и сейчас именно снова такое же положение. Ну, вот, вы видите, красные – это линии Фибоначчи, помните, я построил, и я построил линии Фибоначчи, и здесь вот 161% – это психологический уровень сопротивления. Вот, то есть она рванула сюда, чуть-чуть превысила, и пошла вниз. Как я построил этот линии Фибоначчи, вы могли наблюдать в одном из предыдущих видео, не буду сейчас останавливаться. Что сейчас, посмотрите, линии Фибоначчи говорят, что ниже линии сопротивления находится, пробьет она эту линию сопротивления, не линия. Что говорят ленты Бойлинджера? Посмотрите, река сузилась, река сузилась. Что это значит? Это значит, что кобра снова готовится к прыжку. Вот, что это значит, друзья мои. И прыжок этот может быть как вверх, так и вниз. Вот, что я хочу сказать. И еще многие люди любят строить другие графики, вот трендовые, и посмотрите, что получается. Если мы вот примерно так вот соединим максимумы, посмотрите, сюда и сюда. Те, кто любит фигуры технического анализа, могут сразу сказать, что эта фигура называется треугольник. То есть, вот, ну как вот, сейчас вот, он сужается, или вот туда, вот он сужается. Чем заканчивается фигура треугольник? Фигура треугольник завершается броском, либо вверх, либо вниз. Вот, давайте еще один индикатор построим. Построим, добавить график индикатор. Вот, один из моих любимых, тоже индикаторов. Вот он, Williams Percent Range. То же самое, посмотрите. А вот индикатор Williams показывает на четырехчасовом графике, что волатильность снизилась, и, судя по всему, будет рост. Вот, посмотрите, вот здесь вот. Вот они, ленты Бойлинджера, видите, волатильность снизилась, ленты Бойлинджера сузились. Я говорил, Кобра готовится к прыжку. Индикатор Williams говорит, что Кобра готовится к прыжку. Видим, да? И вот он, значит, раз рванул не очень, потом раз рванул не очень, и пошел рост. Вот индикатор Williams Percent Range показывает, что будет рост, и он произошел. Вот он, он произошел. Дальше, оп, рост кончился, и волатильность стала снижаться. Он говорит, что, индикатор Williams говорит, что Кобра готовится снова к прыжку. Я, честно говоря, скажу, что этим индикаторам технического анализа доверять сильно нельзя, но есть подозрение, что дальше будет либо сильный рост, либо падение. Вот, есть индикаторы и другие. Обо всех этих индикаторах я очень подробно и очень доходчиво рассказываю на курсе биржи для чайников. Там несколько дней посвящено именно индикаторам технического анализа, именно вот как их строить, как строить фигуры. Кому-то нравится строить трендовые линии и вот эти фигуры технического анализа, всякие треугольники, паттерны и так далее. Кому-то нравятся ленты Бойлинджера, мне вот особенно нравятся ленты Бойлинджера. Кому-то нравятся индикаторы MACD. Обо всем этом я подробнейшим образом, прямо вот вообще. Вы знаете, я вам честно скажу, что, ну, во-первых, я как математик, я понимаю эти индикаторы и я не видел объяснений этим индикаторам лучше, чем даю я. Вот так вот, без лишней скромности я вам честно скажу. Потому что, ну, я, мне кажется, смог донести это наиболее доступным языком вот для всех. Вот, вот самые вот чайники прекрасно поняли, о чем идет речь. И я прямо там рассказываю про параметры, которые там есть, их много на самом деле. Как их можно менять для того, чтобы, ну, под себя подогнать, подобрать себе технические параметры. Вот, в частности, об этих всех технических индикаторах я подробнейшим образом говорю. Вы видите, как они помогают, в общем-то сказать, ну, анализировать графики. Но еще я хочу заметить, что нельзя доверять все равно индикаторам технического анализа в полной мере. Нужно заниматься фундаментальным анализом компаний. То есть надо смотреть еще и фундаментальные показатели компаний, потому что, ну, это тоже влияет. То есть надо смотреть за отчетностью компаний и так далее. Надо все это делать, поэтому, друзья мои, надо учиться. Вот что я хочу сказать. Надо учиться, обязательно надо учиться для того, чтобы получать доход на фондовом рынке, который может быть не просто там, как бы, ну, выше, чем доход от депозитов, а значительно выше. То есть, скажем, сейчас дивидендная доходность, например, 8%, да, можно положить, не дивидендная в банке, да, по депозиту. 8% вы можете положить в банк и получать доходность, а на фондовом рынке вы можете получать, ну, на консервативных инструментах, там, 10, 12, 14, 16%, а если вы будете заниматься активным поиском, вы видите, что можно получать и 30% годовых, и 50% годовых, и 120% годовых запросто можно получать, если умело распоряжаться своими капиталами. Поэтому, друзья мои, начинайте учиться, начинайте заниматься, делайте инвестиции, вкладывайте деньги в фондовый рынок, здесь можно заработать, ну, не заработать, а увеличивать капиталы, значительно интереснее все будет. И не забывайте, что все мы смертны, мы не можем работать долго, мы не можем работать бесконечно, мы не сможем работать, скорее всего, до... Многие считают, что люди верят, скажут, что мы вечные, и что мы будем работать, пока не умрем. Этого не случится, у вас будет достаточно большой период, когда вы... наступит какой-то день, когда вы не сможете работать, и на что вы будете жить. А жить вы будете при этом на пассивный доход. По определению, это может быть пенсия в 10 тысяч рублей, ну, там, 12-15 тысяч рублей. Выбирать вам, на самом деле, если вы привыкли зарабатывать, скажем, 60 тысяч рублей, а у вас выскатьтесь на 12 тысяч рублей, я вам скажу честно, будет больно. Вот, а для того, чтобы не было мучительно больно, делайте, пожалуйста, инвестиции, увеличивайте свой пассивный доход, и вам не будет мучительно больно. Вот я, например, сейчас не получаю пенсию еще, у меня до пенсии... Я, мне спасибо нашему руководству, когда мне уже до пенсии оставалось там 5 лет, наше руководство сказало, что люди, которые родились до 63-го года, им пенсия не снизится, ну, как бы не пенсионный возраст не будет увеличиваться, а люди, которые родились, начиная с 63-го года, пенсионный возраст будет увеличиваться. Я родился в аккурат в 63-м году, то есть мне пенсия в 65 лет как бы светит. Но я не переживаю, потому что у меня уже есть пассивный доход в размере, ну, где-то вот по оценкам 100 тысяч рублей в месяц, и пенсия в 10 тысяч, ну, наверное, меня не так сильно интересует. Меня интересует, как увеличить вот этот вот самый пассивный доход. А для этого я занимаюсь инвестициями и рассказываю всем, как увеличить пассивный доход. Поэтому, друзья мои, биржа для чайников – это для тех, кто хочет заниматься инвестициями на фондовом рынке. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь на нем. А сейчас, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.